привет зрителям что давайте поремонтируем сегодня аккумуляторный перфоратор от корпорации bosch что у нас моделька 180 из истории нам ясно донесено владельцам что был у официалов по проблеме практически отсутствие обоя все отремонтировали по гарантии гарантия кончилась через год снова эта проблема вылезла стройка идет профессиональная масштабное использование практически каждый день шо разбираем и посмотрим чем причине сначала покажем что действительно какой у него здесь бой ну такое не совсем что холостую но слабоватый по разборке начинаем с переключателя режима снятия такой же как у обычного bosch а хочешь выводим его чуть ниже сверления где-то здесь сейчас свой место где он буду так вот здесь он у нас выходит так у нас дальше разбираем патрон так патрон разобран откручиваем здесь четыре винта на корпусе после этого вставляем маленькую отверточку в механику и вытаскиваем механику так вот выдавливаем в сторону электрики и у нас блуда снимается чехол механики снимаем ствол у нас здесь боёк ударник туговато ходит из-за того что смазки уходит смазочки сюда добавить будет еще бегать так здесь у нас малюсенький пистончик которым находится боёк ну по состоянию видно что просто выработка отсутствует смазка возможно боёк ударник ой ударник так что еще уже вижу визуально вот это компрессионное кольцо резиновое смотрите какие здесь повреждения есть он практически в труху превратился это печально да кстати данную технику можете нам присылать на ремонт через новую почту отремонтируем с ним контент и отправим обратно исправный инструмент связь со мной по вайберу вайбер будет в описании так ну что обязательно нам нужно вот этот компрессионное колечко заказа менять смазку так что у нас здесь здесь я думаю мы обойдемся ну-ка еще раз тяние предвзято отнесся нормально ходит без затруднения смазки конечно сюда добавить основная проблема вот просто в этом кольце так прибыл оригинальная компрессионного такое резиновое колечко без пошкоджень красивая еще раз давайте посмотрим на вот этого кольцо ну смотрите как просто караед какой-то резиновый залез кольцо и его сожрал но я думаю не знаю неужели вот это вот этому кольцу год сомневаюсь я странно конечно ну и состояние цилиндра как называют его пистон никаких задирование то что-то волос пролит сейчас уберем его короче что надеваем кольцо вычистим эту смазочку налаживаем новую собираем будем тестировать в сравнении как она бой появится или нет думаю что появится у нас у него а у нас будет положительный результат сборка идет хочу уже потом собираю хочу сделать вот акцент часто стоят вопрос о смазки в патроне многие говорят в комплекте идет там смазка для бура и начинает пожевать каждое утро поезжают сюда смазочку и что у нас к этой смазки прилипает вся вот эта строительная пыль мелкая если получается абразив еще раз говорю не нужно обильно смазывать то вообще практически не нужно смазывать патрон вот смотрите где стоит сальник все хорошо вся пыль которая попала вот вы без вот это наш постоянный клиент вот он занимается ремонтами например вы делаете отверстие в бетоне в потолке вся пыль попадает патрон взяли патрон поработали вот так вот на низ все она вылетела в обратно на землю и все и дальше если будет здесь присутствовать смазка никуда этот пыль строительная не уйдет мое мнение вот такой и вот по моему мнению и рекомендации сказал не ложить не может человек и пользуется этим перфоратором каждый день ничего здесь патрон не убивается ствол перфоратор полноценно собран не спешим его составлять бур и фигарить сейчас боя не будет вам нам нужно сейчас прогнать все чтобы смазка распределилась полноценно из цилиндрика по цилиндрику потому что смазки довольно много ну как положил пока это все распределиться порожняком просто гоняем сейчас проверим все режимы нам главное на перфорации проверить смазка боек цилиндр все это раскидывала она даже будет слышно сейчас так туговато потом легче 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 пойдет ну сами слышали как менялся звук работы поршня боя на теперь можно будет ставить бурги тестировать чтобы не было скажут на на столе там стол вибрирует ставим на пол на бетонный пол и тестируем так ну отличие по звуку есть по силе удара извините уже тестировать на стенке не буду полигона у меня нету все у нас получилось кому было полезно вот такой видосик то поставьте лайкосик техническому контенту на ю тубе всем пока пока а